Всем привет, мои дорогие друзья! Кто меня смотрит постоянно, кто уже у меня друзья, а не просто подписчики. Скажите мне, Таня, Танечка, угомонись, хватит уже, отдыхай, уже ноябрь. Ну я, как неугомонная, девчонки, вот сегодня выскочила погода хорошая, нарвала последние зеленушки. Сейчас просушу петрушку свою, измельчу и заморожу. Раньше девчонки целой ее замораживала, но мне это не нравится. Когда миленькая уже, рассыпчатая, сухая, так хорошо доставать ее и в любые блюда, в любые, и в горячие, и в салатики. Есть у меня немножко, это последняя такая осенняя будет. Следующий этап, друзья, последняя свекла. Намыла, немножко, конечно, но сейчас ее почищу и перетру тоже в морозилку, как морковку. Девочки, сама все это делаю и заходила на стрим к хорошему человеку. Бабушка Галя, привет вам, моя хорошая. Не могу, девчонки, смотреть просто так, ничего не делая. Знаю, многие включают и сидят тупо. Но я одной рукой печатаю комментарии, что-то делаю, с вами общаюсь, потому что, как всегда, времени жалко. Хочется все успеть после работы. Вот так вот судьба работающей женщины в селе. Конечно, ребята, моя ошибка. То, что все делаю без перчаток. Руки будут красивущие, красивущие. Свеклу я очищаю, обязательно кладу... Опа, слышно вам и видно. В холодную, ледяную, прям водичку скажу вам честно. Осталась у меня свеколка такая, чуть подвязшая уже, небольшого размера. А всю хорошую, достойную. Братишка мне еще подкинул много. Я запаковала, как вам и говорила, в пленку. Не знаю, что из этого получится. Девочки, первый раз делаю. Вот маленькая остается. Но запаковала на свой страх и риск. Много свеклы не бывает. Я не знаю, как в других семьях. Мы едим свеклу в любом виде. Варим. Варим борщи настоящие со свеклой египетской. А тут еще скажу вам по секрету. В этом году, как никогда, свекла уродилась именно египетская. Вот посмотрите, какая руки у меня, конечно, красивая. Обычно разрезаешь ее, она белая, белесая внутри. А это одна к одной. Да еще и по вкусу сладенькая, отличная. Даже не помню, девочки, какие садила семена. Не могу вам сказать. Просто, видимо, урожайный год на свеклу. Сейчас быстренько перечищу, перетру. Потом забацаю в морозилку петрушку. И на сегодня мои дела хозяйские закончены. Вот такая красота, девчонки, мальчишки, получилась. Обязательно сейчас просохнет. Потому что влажную не люблю. Потом она одним комком берется и все. Перетру на помощнице. И все. Быстро, легко и просто. Вот так урожай сохраним. А иначе все пойдет на выброс. Как у нас дедушка говорит, в яр повезу. Девчонки, я сделала основную работу. Помощница моя отдыхает. Ну, я считаю, хорошо у меня получилось. Не взвешиваю, но килограмма два тут будет. Все дальше не показываю. Все это обычно. Все это идет в морозилку. Какая сочная свекла. Прелесть. Домашняя. Без ГМО. Своя. Родная курская. Друзья мои, получилось у меня пять пакетиков. Отправляю все в морозилку. И хочу вам сказать, Как мы привыкаем, конечно, К условиям, спецусловиям. Наши бабушки раньше не думали, не мечтали. Вот про весы, например. Девчонки, решила взвешивать. Ну, чтобы примерно были пакетики одинаковые, По триста грамм. Включала, включала. Вот сейчас сразу включились. Не хотят слушаться, и все. Видимо, батарейки сели. Что-то она сделала первым делом. Мужа нету. Побила, постучала, потрясла. По-русски, по-женски. Заработали. Заработали. И пока работают. Но вообще попрошу мужа батареечки найти. Обычные, мизинчиковые. Привыкаем, девчонки, привыкаем к хорошему. Раньше у меня у бабушки не то, что весы. И особо кастрюль, тарелок не было. А мы сейчас привыкли. И уже без этих вещей не представляем себе жизнь. Хотя я все рецепты делаю на глаз. Зачем тебе, Таня, весы? Но, чтоб было, как говорила моя свекровь. Друзья мои, продолжаем работать. Сидя не получается. Буду делать все стоя. Вот, занимаюсь с петрушкой, девчонки. Ну, как бы позволю. Ну, то, что советую. Рассказать, какие находки для себя. Я за годы уже кухонной жизни сделала. На ошибках на своих, на чужих учусь. Вот, смотрите, петрушка. Ну, вот эти большие, как мы говорим, беделья, я, конечно, не пускаю в ход. Обрезаю только мелко. Раньше, давно когда-то, но ленилась, может быть, и вообще, по слабости ума, я петрушку замораживала целиком. Это неплохо, потому что от мороза, во-первых, это быстро, конечно, быстрее намного. Целиком заморозила все. Не измельчала. Ну, вот так измельченно удобнее. Во-первых, запах сразу идет, девочки. И обязательно на какую-нибудь плошечку, там, мисочку, чтобы она протряхла. У меня одна знакомая, когда-то сорвала, обмыла и сразу заморозила. Ну, что, выкинула, потом сама же, сама сказала, господи, что я делаю. Просто немножечко, капельку совсем, не полениться, и будет рассыпчатая петрушка, укроп, вся зеленушечка. Потом в пакетах храниться будет хорошо. Еще, девчонки, что хочу вам рассказать. Какие были жизни. Не знаю, может, это самовнушение, но я как-то стала в это верить, ребята. Вот сейчас измельчаю петрушку, здесь в моей только часть. Моя, не то что слабая, отвратительная в этом году петрушка. А часть я нарвала у соседки. Позвонила, я говорю, да господи, бери, конечно. Что я стала замечать, девочки, есть такое, ну, поверь, или не знаю, что есть у человека рука. Рука хватающая, рука отдающая. Вот у меня рука отдающая, девчонки. Если я что-то кому-то дала, ну, вообще от души, безо всякого там даже вопроса. Могу даже и копеечку за это взять, желтенькую желательно, там, пятачок или десюнчик. Все, у меня это пропадает. Я не знаю почему. Прикровь всегда говорила, что да, есть такая рука у человека. Уже и присказку всегда говорю, что у тебя водись, у меня не переводись. Не помогает. Не знаю, что мне делать дальше. Или, может быть, люди, которым я отдавала заветное слово, как говорится, знали. Ну, вот, что касается петрушки. Вот живем мы в этом доме 9 лет. И, получается, все годы только мы переехали. Но у меня шикарная петрушка, девчонки. Я ее как траву косила. Муж всегда перекапывал даже. Ну, подсажу немножко. Даже помню, сорт Наталка назывался. До того ароматная, обычная. Никакая там не кучерявая, ничего. И однажды я вот так, по слабости ума, подруги одной, можно сказать, даже сама набилась. Она просто спросила, она не настаивала. И я пакетища, целый пакет с пятерки такой большой белой, отвезла ей. От души отвезла, девочки. Все. С тех пор два года. В том году вот и в этом. Петрушки у меня нет. Нет петрушки. И садила я, и досаживала. И в том же месте, и в другом. На пробу. Земля-то одинаковая. Петрушки у меня нет. Отдала. Все, ребят, отдала. То же самое, девчонки. Вот так рашила я уже. Касается и других вещей. Были у меня шикарные гладиолусы. Девочки, вам не передать. Остались одни фотки в одноклассниках. И цвета разные, и сорта разные. Махровые, черные, всякие. Тоже так попросила соседка. Я отдала. Да еще выбирала получше, чтобы не стыдно же было бабушку обижать. То ли бабушка слово знает, то ли я такая. С тех пор все. Гладиолусы перевели с девочки. И больше даже я их не сажу. В том году последнее повыбрасывала и не покупаю. И лук. Также у меня был такой хороший. Белый, салатный лук. Любой лук растет. И синий. И обычный, желтый, всегда урожайный. А белый даже не всходит. Взойдет там какие-то капелюшечки. И все. Пораздавала. Вот не знаю, что за проблема. Девчонки, посоветуйте. У кого такая еще проблема. Руки у меня, конечно, после свеклы отличные. Как так дать, чтобы не отдать? Сейчас наклею сюда, напишу, что это петрушка. Потому что всего-всего-всего. Много в морозилке могу и забыть. Вот так. Наклей расходчик и напишу. Хоть и сама я одна хозяйка, но иногда и сам бывает тупишь. Обязательно оставляю кончик, чтобы потом легко и просто снять эту наклеечку. Вот так, ребята. Петрушка, укроп. Все нужно. В хозяйстве все надо и все жалко выбрасывать. Но многое пораздавала. По простоте душевной. Все, пока.